У вас, может, какие-то вопросы есть духовные о спасении души? У меня есть. Ну, давайте, только чтобы ни одного плохого слова не говорили. Понял, спасибо. В общем, смотрите, отец, смотри, слушай, у меня, короче, несчастье в бизнесе не прёт, не везёт. Вот что делать мне? Я очень грешный сам по себе человек, хотя никого не убивал, но прелюбодействовал. Ну, это смертный грех, и Господь вразумляет, делает события так развиваются, что человек задумался, обратился к Богу, принёс покаяние. Земная жизнь – это одно мгновение, вот, глазом моргнуло на той стороне. Весь мир приобретёшь, а душе повредишь. Какой выкуп дашь за душу свою, Иисус Христос говорит. И поэтому мы даже не знаем сказать, а надо ли мне это? Вот начинает спрашивать в другой раз, а вы будете молиться о таком человеке? А о чём? Конкретно. Конкретно, вот он там попал в аварию, только сейчас сообщили, две руки повреждённо. Не знаю, может быть, он воровал, и Господь вовремя остановил. А как вы узнали? Я ничего не знаю, я просто знаю, что рукой можно милостью не подавать, а можно воровать. Языком можно Бога прославлять, а можно хулить. Как ножом можно человека жизни лишить, а можно хлеб резать. И поэтому, тут нельзя никак сказать, мы должны всё принимать с благодарностью. Вот, если мы считаем Псалтырь Давида, вот она, Псалтырь Давида, книга. Там написано об этом, 118-й Псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Это что, один раз прочитать, святые, божие, святые, крепкие, ну, называется, три святые, и сто поклонов. Это один раз. И вот таких молитву, семь раз, это 700 поклонов в день, ежедневно. Не считая утренней вещества. Я, знаете, где видел, в Ютубе вы там за стол сажали мужчин и картошку ели, молились перед Библией. Может быть, у нас Ютуб называется «Во свете Библии». Да, 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 где-то. У нас там 14 540 роликов, так что там всё есть. Мы деревню с нуля строим православную. А вы староверы? Ну, мы из староверов, но мы официальная церковь православная. Православная, да. Да. Ты видишь, как семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Это 3000 лет назад Давыд сказал. Иоанн Златоуз говорит, это говорит царь и пророк Давыд. Ну, царя, если настоящий, то это царь, не ельцин, не пьяница. У него времени лишнего нету. И он семикратно в день, и притом не за то, что мне Бог сделал хорошо, жена нормальная, дети нормальные. Нет, суды за Майдан, за войну, за болезни. За это славлю Бога. Ибо мы не знаем, чем это окончится. И даже всё это принять. Хорошо. Если у человека операция, вы помолиться можете? Конечно. Как вас звать? Наталья. Наталья. Да благословит Господь и помилует. Я не о здоровье прошу, а как Богу угодно. И тогда человек... Ну, потому что я не знаю, надо или нет. А то Бог только знает. Он говорит, что просите и получите. Вот мне только сейчас попросили, человек попал в беду, что-то с руками у него. И сразу я встал на молитву и помолился. Это не просто так. Нам нужно, чтобы человек, который просит помолиться, чтобы и он начал молиться. Иисус говорит, где двое или трое, попросите о чём? Во имя моё. Знаете, услышу и отвечу. Надо, чтобы человек, тот, который просит, тоже молился. А так человек говорит, вот не могу никак, вот выпью опять. Вот пройдёт время, выпью или там курит. Бросал курить. И Англотаус говорит, не я, не Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Ты выкинь, выкинь всё из комнаты, это всё. Вот верующий человек, вы бороду бреете. А зачем бреете? Когда мужчина и Бог-то сотворил. Вот я начинаю говорить, сейчас раз отключили, и ушёл. Что ты решил вопрос? Проблема, проблема. Я не люблю слово, это нерешённый вопрос. Ну ладно, ты меня убрал, а суть-то дела осталось. Ты наоборот, благодари Бога, что мы встретились. Вот выбрось бритвы сразу. Хоть в маленьком деле покажи, что ты слушаешь Бога. Бог так сотворил. Брови дал, реснички дал. Всё остальное-то Бог дал. Он творец. И поэтому он дивно нас устроил. Отличает. Вот смотри, в природе, самец и самка, отличаются коровы, овцы, курицы, всё по-разному. И у человека так же. Он человек вот пришёл в возраст, начинает пробиваться усики, борода. А люди бреют, а Протопопа вакуум говорил. Это блудодейная ересь. Не просто ересь, а блудодейная. Это же при Петре Пётр запретил. Да, но до Петра тоже там было. Там-то всё, в Европе-то тоже уже брили. Он оттуда перехватил. Он же это не придумал. А вот если ещё... Да, оттуда принял. Да. А человек, который верит, он Богу доверяется. Понимаете, вот меня когда уже всё здесь кончилось, осудили по этапу отправлять. А начальник тюрьмы, он близко ко мне стал. Он вызывал меня, там расспрашивал. Он говорит, дальше я ничего не могу сделать. В лагерь привезли, бороду обязательно снять. Я говорю, сделайте мне более строгий, не общий режим. Добавьте срок сидеть. Ну не трожьте бороду. У Пугачёва не трогали. Сейчас девушку покажу с вами. Так, добрый день. Во славу Божию. Мы определяем свою жизнь сами. В какую сторону? Налево или направо? Спасибо вам, Святой Отец. Пойду, говорит, зовёт меня куда-то. Так, храни Господь. Да поможет Господь. Спасибо вам большое. Во славу Божию. Да. У вас, может быть, какие-нибудь духовные вопросы есть. Можете задать только без плохих слов, чтобы не говорили плохие слова. Для чего человек живёт, допустим? Правильно распределить свой распорядок. Вот почему оказались в этой щадрулетки. Что это означает? В эту яму греха залезти. Это что-то до этого должно было быть. Тут половина мужчин голые валяются. А почему? Причина-то одна. Причина для блуда. Для греха. И он разделся, то одеяло шевелится. Если человек верит в Бога, он ни одного слова лишнего не скажет. У вас какие, может, вопросы есть? В Бога верите? Да. А почему оказались в этой щадрулетки? Ну, с людьми разговаривать, с таким же, как и вы. Так нет, таких мало людей, которые о Боге говорить будут. Тут приходят для другого мужчины, раздетые. Открыто совокупляются, показывают органы половые. Здесь место разврата. Раздетый. Место разврата. Мы пришли сюда, чтобы людям сказать о Боге, о вечности. Что этого нельзя делать. Блудники, прелюбодеи, царствие Божие не наследуют. Как и пьяницы. Ну, я же не раздетый. Ну, понятно. Я спрашиваю, может, у вас какие-то вопросы нерешенные? Можете задать вопрос. Только не ругаться, чтобы... Да, нет, мы не собираемся ругать. А вы откуда? Город Барнаул. У нас большой YouTube, называется «Во свете Библии». Это вот книга, называется... Вот книга, Библия называется. «Во свете Библии». У нас Коран. У меня только Коран есть. Вот, ответь. Если поставишь там Игнатий Лапкин, и ты найдешь наш YouTube. Это 14,5 тысяч роликов там у нас. Я тоже снимаю на YouTube. И вот наш разговор. Посмотришь, увидишь, как Бога славим, благодарим. А, вы меня сейчас снимаете, что ли? Да, конечно. Я почему и сказал, чтобы плохие слова не говорили, чтобы вам не стыдно было. За каждое слово, как написано у нас в Евангелии, отвечать придется на суде Божьем, когда мы воскреснем из мертвых. После смерти будет всеобщее воскресение. Суд Божий будет. Я знаю, у вас, так воспитывают вас, уважение к старшим. Хранят женщин, чтобы они не делали плохие дела, там, с мужчинами не встречались, а только мать была законная. Я их хорошо знаю, мусульман. У меня приходилось с ними общаться. Они серьезные люди. Некоторые обращаются ко Христу, делаются христианами. Ну, Бог только один. Бог один, правильно. Мы так и верим. Но у Бога планы о нас такие... А канал называется? Что называется? Ютуб? Да, канал. Во свете Библии. Во свете. А сколько подписчиков? Подписчиков 32 тысячи. Ага. А просмотров 32 миллиона. Понятно. А я только начинающий. У меня там... Канал Айнур называется. Читает. А у вас что? У вас... У нас, видите, мы строим православную деревню. У нас храм. Мы с нуля деревню начали строить. Там может поселиться, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А как их понять-то, что они не такие? Ну, а как? Мы переписываемся. А если он обманет, он выехать должен будет. Он подпишет бумагу. Ну, мы же видим человека хоть немного-то. Ну, да. Были такие? Приезжал один. У меня, говорит, все есть. Так, мину, положите. Вот так. А вы деньги зарабатываете на Ютубе? Нет. Ну, там что-то делают, а я не знаю про это. Потому что у нас администрация есть. Хотя, ну, как, принадлежит и мне. А? Монетизация. Монетизация, там что-то есть такое, есть. Потому что всякие замещания там бывает делают, рекламу уберите. А я ничего не касаюсь к этому. Мое дело, это мозговой центр. Я начальник детского лагеря, 45 лет был. Нам есть, что людям рассказать, как брали чужих детей. Это 45 лет, это не два года. И ни одного у нас не было заболевшего ребенка. А что за лагерь? Ну, так, что говорите? Что за лагерь? Православный детский лагерь. От Алтайский край. Ну, ладно, тогда с Богом. Вы же в это верите, что после смерти человек воскреснет? А? Что человек живет, умрет, а потом он восстанет. Опять живой будет. И Бог будет судить его за дела его. Вы в это верите? Ну, мусульманин, это ты человек же, не собака. И ты же веришь, что человек воскреснет, его Бог будет судить. Человек, собака, собака. О! Собака, это животное, а человек отвечает за свои дела. У него совесть есть, разум есть. У вас все там написано в вашей книге-то. Все. Что? Суд будет. И надо уважать старших. Надо родителей слушать все. Плохие слова не говорить. Надо милость у него. Давай там закят платить. Все сказано. Да. Ну? Как же так? Вот мы дорогой ехали, у нас большая поездка была. Мы проехали 120 тысяч километров. Я ездил по библиотекам. Мы прошли шесть мусульманских республик и Турцию. Нам везде мусульмане встречались. И ни одного не встретили, ни одного, который плохо к нам бы относился. Они все видят, что мы молимся. Они подходят и благодарят. Мы от них никакого вреда не потерпели. Никакого, нигде. Мы говорили о Боге, о вечности. В доме мулы ночевали. Мула. Это у них как священник. Мула, да. Да. А потом в мещеть пошли. Я в мещеть, и у них там молился. А в одном городе комнату для намаза открыли нам. Мы разулись и там помолились. Просили мира Дагестану. Кланились. Молитву отче нашу прочитали. Да. А если вы все знаете, почему еще так делаете? А почему? Потому что это знамение Сына Божия. Он умер за нас. А ты зачем так делаешь? Тут ничего в этом нету, как омовение. А это... А Иисус Акбар. Иисус Акбар. Иисус Акбар. Иисус. Йезу. Иса. Иса Акбар. Это Пагамбар. Да. Ты знаешь, да? Мы знаем это и молимся. Молодец. Во славу Божию. Это Пагамбар. А главный Аллах. Да. Но это Бога вы называете так. А мы называем Господь. У нас эта разница в этом есть. Мы верим во святую, нераздельную, ненасущную троицу. Бог один. Не два, не три. Один Бог. Который вот этот мир сотворил. Звезды, солнце, луну, человека. Это все Бог сотворил. Господь Бог. А ладно, с Богом. Все хорошего. Мы Бога славим. Пришли сюда помочь людям. Выбраться из этой ямы садомской. Половина мужчин голые лежат тут. Ну, я вам так скажу. Здесь вы уже ничем людям не поможете. Потому что большинство из тех, кто здесь сидит, уже не люди. А только вы не ругайтесь. Мы будем о себе разговаривать. Но это знаете как. Вот Христос на кресте был распят. А слева, справа разбойники. Они сначала оба на Христа говорили плохо. А сами прибитые. А один говорит, мы получили по делам нашим. А он никакого зла не сделал. И обратился к Господу и говорит, Господи, помяни меня во старстве Твоем. И Иисус ответил, сегодня же будешь со мной в раю. Так что самая падшая женщина блудная пришла, мира купила драгоценные, ноги Христа помазала и волосами отирает и плащет. А Господь говорит, прощаются тебе грехи за то, что ты много возлюбила. Так что нам неизвестно последний момент, как человек. Бывает перед смертью покаяться. Убийца. Вот как. Поэтому я ничего не знаю, как будет. Я должен сказать, семя бросить. А может оно взойдет. А если я не сеял, там еще не будет. Это сорняк. Там колючки растут. Поэтому мы вот... Это хорошее дело. Да, у нас большой Ютуб, вы можете зайти на наш канал, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Библия» – это наша главная книга. «Во свете ее». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Два слова, это моё фамилия и имя. У нас там 14 с половиной тысяч роликов. Это очень много. Много, потому что у нас путешествия миссионерские были от Владивостока до Лиссабона. 120 тысяч километров прошли. Я в каждую библиотеку дарил мои 38 книг, которые выпустились. Мною выпущены были. Это Бог сделал так. Ему слава. И поэтому мы везде выступали и говорили. Вот деревню с нуля строим православную. Нельзя где лгать, пить, курить, материться, воровать. Пять качеств. Тогда мы разговариваем. Мы молимся, как у нас в храме, как приезжает архиерей. Я начальник детского лагеря 45 лет. Как дети купаются, на лошади ездят, на лодке. Мы все показываем. Даже в бедности мы говорим, нужно научиться жить красиво и интересно, а не роптать. Плохой Путин, плохой кто-то. С себя начинать надо. А что я буду говорить, а что из этого толку-то? А вот я теперь с ребятишками занимаюсь, и ни один ребенок не заболел за 45 лет. Это не игрушка. И вы все найдете на нашем канале. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А если у вас будет желание встретиться еще, вы по скайпу зарядите. Игнатий Лапкин. Я один такой. С этой фамилией. А если вы добавите во свете Библии и скажете сайт, не YouTube, а сайт, вы там найдете море информации. Там 50 книг мной начиты на аудио. И Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. Вам будет очень интересно. Там как фильмы снятые. Мы везде говорим о спасении, дарованном во Христе. О великой радости, которую Бог дал людям. Верь, и ты получишь жизнь вечную. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я считаю тут Евангелие вслух. Вот сейчас только считали мы. Люди, я спрашиваю, вам надо? Хотите посчитать? Я Евангелие одну главу просчитаю. Псалтырь. А псалтырь, это 3000 лет назад написано. 3000 лет. И как будто сегодня сказано. Вы слышали псалтырное чтение? Нет? Нет. А хотите, я прочитаю один псалом вам? Ну, я сейчас не в том состоянии, чтобы слушать. У меня мозги, друзья, какие-то. Извините. Ну, ладно, я знаю. Это бывает так. Сегодня многие дышат, что попало, допьют. Но если у вас будут вопросы, я вам дал адрес. Адрес дал. Вы можете эту встречу продлить. Раз голова у вас болит, ладно, давайте, простимся. С Богом. С Богом.